Всем привет! В 2016 году появилось рекламное объявление Bumper на YouTube. Сейчас это уже не новый инструмент и многие им пользуются. И появились очень хорошие примеры этой рекламы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Но перед тем, как мы это сделаем, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео на тему видеомаркетинга. Реклама отеля. В ней говорится, что отели лучше всего подходят для релакса, отдыха, а не для шумных вечеринок. Реклама Samsung фокусируется на одной специфической особенности телефона Galaxy S8, на его огромном экране, который просто печет от края до края. Шестисекундники — это не единственная непропускаемая реклама на YouTube. Не так давно появилось 15 секунд непропускаемое видео, или даже индивидуально для брендов можно сделать 20 секунд такой рекламы. Тоже интересный формат, который стоит рассмотреть в будущем, возможно, но сегодня мы поговорим о шестисекундниках. Этот формат хорошо подходит для узнаваемости бренда и охвата, потому что за 6 секунд вы вряд ли сможете сказать что-то полноценное о вашем бренде, и зритель вряд ли захочет сразу перейти на ваш сайт и узнать подробнее. Но за такой короткий промежуток времени можно, во-первых, показать ваш логотип и дать какую-то основную информацию о бренде, основанную на ощущениях. Также стоит отметить, что этот формат рекламы дешевле, чем остальные, и оплата идет сразу за 1000 показов. Такой рекламный формат не так испытывает терпение зрителей, не так его раздражает, ведь это совсем короткий промежуток времени. Но помните еще об этом, что можно снять один ролик 6 секунд, а можно снять серию роликов, например, 5, и в каждом из них заложить разные смыслы о вашем бренде, о вашей услуге. И настроить рекламную кампанию так, что одному человеку показываются будут все эти 5 роликов последовательно. Таким образом он узнакомится со всеми основными смыслами вашей кампании. И это будет лучше работать, чем если бы вы на него показывали один и тот же ролик, но большой, со всеми этими смыслами. Что важно знать при создании 6-секундников? Первое и самое основное — это сосредоточьтесь только на одной вещи, одной мысли, которую вы хотите донести о вашем продукте. Например, если вы делаете ролик о фильме, то сосредоточьтесь только на одной эмоции, которую несет этот фильм. Несомненно, у вашего продукта много разных функций, и о них можно говорить часами, но не забывайте, что у вас всего 6 секунд, поэтому всего одна мысль. Ролик Мерседес. У него полно преимуществ, несомненно, но, как и говорилось ранее, здесь выделили только одно преимущество. Он разгоняется от 0 до 100 км в час за 3,8 секунды. И донесли это в ролике. Даже если вы сосредоточились на одной мысли, не забывайте о лаконичности. Минимальное количество кадров, минимальное количество текста. Не перегружайте ваш ролик информацией. Ну и хорошо бы добавить что-то, что зацепит внимание зрителя. Здесь на помощь приходят те приемы, которые используются и в других форматах ролика. Например, можно показать знаменитость в кадре, хорошо работает. Ну и всегда хорошо работает юмор. Какой-то забавный момент. Например, вот реклама антистатика с юмором. Еще хороший пример 6-секундной рекламы с юмором есть у сети ресторанов в Южной Корее. Языковой парьер не мешает нам насладиться этой рекламой. Все понятно, юмор понятен. Гугл внес даже эту рекламу в 20 лучших рекламных объявлений Bumperettes в 2017 году. В следующем ролике затронута тема глобального потепления. Такую сложную тему не просто уместить 6 секунд, но здесь, мне кажется, довольно удачный пример. Автор сосредоточился на изображении и на музыке. Эмоция перенет без слов, ощущение страха присутствует. Реклама Amazon в ней говорится про двухчасовую бесплатную доставку. Еще что хотели донести, это то, что доставка распространяется только на предметы домашнего обихода. Но по мне не сразу считывается эта мысль, хотя, возможно, у вас другое мнение. 6-секундник про йогурт нам демонстрирует новый продукт и говорят, что в нем полно фруктов. Рекламный ролик, который мы делали для компании GarageTech, в нем говорится про YouTube-канал по ремонту гаражей. Ролик делали вместе с основным роликом, который 40 секунд. Сначала показывали большой ролик, а потом уже на ретаргетинге догоняли зрителя маленьким роликом. Первый в мире влог о создании вашего идеального гаража. Сайт объявлений в Великобритании рекламирует то, что просто продавать вещи на своей платформе. Интересная покадровая съемка, рекламируется боль клиента и ее решение. Ролик о рекламе средств от насекомых для собак. Сразу в первом кадре есть логотип, это хороший прием, чтобы ваш бренд лучше запоминался. Во втором кадре он дублируется, плюс добавлен юмор. Ролик о натуральной косметике GreenMade. Ролик участвует в воронке продаж для лид-магнита. Здесь из одного материала мы сделали разные ролики разного размера, разного формата. Стремитесь к здоровому образу жизни? Участвуйте в GreenMade-забеге и получите годовую скидку на нашу косметику. Итонг. Ролик работает на узнаваемость бренда, плюс есть дополнительная мотивация обратиться. Это акция, которая действует на ограниченный период времени. Реклама конфет в Рождество. Очень такая настроенческая реклама, добавляет еще музыка много. Хорошо, что логотип есть и в углу экрана на протяжении всего видео, и плюс еще логотип мелькает отдельно на конфетах. Это все работает на узнаваемость бренда. Ну и плюс, конечно, новогоднее настроение создается от этого ролика. Каждая полоса на печенье – это шедевр. Об этом нам говорит следующая реклама. Довольно необычная мысль, но почему бы нет? Что ж, на этом все. Еще больше примеров вы можете посмотреть в статье на нашем сайте. Перейти на статью вы можете внизу в описании под этим видео. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки этому видео. Будьте на виду!